Не, ну стоять на остановке и не уехать, знаешь? Как в дурном анекдоте. Какой-то лютый трэш. Мы 10 раз звонили водителю и спрашивали, где именно конкретная остановка. Догоняли их еще до Одессы на такси. Как с детства. Отъезжаем к Одессе. Южный город. Одесса. Замерзли нафиг мы все. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы на канале блогерши Дуброва Комарова. Мы живем в Киеве, в Украине. А этим летом, которое уже, к сожалению, закончилось, нам удалось выехать к морю. В Румынию, в Констанцию. Отдых был такой, конечно, неоднозначный, но, в общем-то, очень интересный. И вот мы отправляемся домой. Ждем автобуса на остановке в Констанцию. Поехали в Румынию в надежде посидеть под кондиционером. Позагорать на пляже, где всегда есть вода. А в этой стране свет и безопасно. И безопасно. Короче, свет у нас вчера отключали где-то сколько? Минут сорок света не было, да? Да, да, да. Без предупреждения, без графика. У нас ни фонариков, ничего. Ну, мы же в Украине привыкли, а здесь как-то... Да, как-то это было так... Ну, и шахеды тоже прилетают. Один раз первую ночь прилетел один шахед. Плуару, по-моему, называется местность, рядышком с украинской границей. А на следующий день три шахеда. В общем, и на румынском телевидении они там подняли истерику. Там огромное ток-шоу. Они сидели, разговаривали про НАТО, вот это вот все. Спорили. Мы половину не понимали. Ну, кое-что по контексту... Не, ну, по смыслу просто понимали. Понятно, мы румынский язык вообще не понимаем. Те же наполовину. Не, ну да. Ну, не понимали как бы резюме какое. Самое интересное, что... У нас есть телеграм-канал, кстати, подписывайтесь. Ссылочка будет в первом комментарии, в закрепленном. И люди из Европы писали, что о прилетах в Румынию в Европе ничего не пишут. Вот не пишут просто. Ну, там такая нормальная была такая истерика, в общем. Приехали в Румынию, короче. Безопасную страну, страну НАТО. Страну НАТО, да. Как отдых в Румынию? Понравилось. Несмотря ни на что. Даже прикольно. Вообще понравилось, хорошо. По ценам, смотрите, лежаки дорого. Типа 40 лей на одном пляже, на другом пляже 30 лей. Это 8 евро и 6 евро. То есть, вот самое дорогое, наверное, это лежаки. А еда, вот огромный салат мы ели в ресторане с мясом совсем на свете. Там очень много мяса. Большая очень порция. Большая порция. 450 грамм 37 лей. Ну, это примерно 6,50 евро где-то вот так вот. Нет, это где-то 7 евро. 7,50. Таня Лошечка. Вот. По поводу Lidl. Ну, рядышком у нас магазин. Достаточно бюджетный. Ну, там цены, не знаю, примерно как в Украине. Есть такие, ну, скажем так, перекусочные. Ну, вот супчик там 17 лей стоит. Стоит 17-19 вот такое вот. Потом есть рыбное. Мы заходили в такую забегаловку. Там тоже недорого. Ну, в общем, еда недорого. Проезд мы не знаем. Потому что мы не пользовались транспортом. Мы пользовались туристическим автобусом. Который тут дешевый очень. Дешевый он 10 лей стоит. Это 2 евро. Но там нет комментариев. Но комментарии, как на меня, ну, может быть, и лишние были бы. Ну, он провозит полностью на целый день. Билет стоит 10 лей. То есть хоп-хоп-хоп-хоп. Вы можете заходить, выходить. А если вам в одну сторону, то билет стоит 6 лей. Ну, в общем, вот так вот. Да, мы езжаем. В принципе, жара спала вообще полностью. Утро такое даже прохладное, я бы сказала, сегодня. Море хорошее. Море теплое. Море чистое. Инфраструктура на пляже. Широкая береговая линия. Хорошая. Ну, то есть, достаточно безопасно. Ну, не, ну как. Безопасно в городе. Потому что шахеды сюда прилетают, это уже такое дело. Это такой отголоски войны в Украине. Вот. Ну, в общем, я довольна. Да, мне тоже. Мне вообще понравилось. Вообще, вот у нас путешествия сначала Каминец-Подольский. Потом вот эта Констанца в Румынии. Ну, хорошо. Мне все очень понравилось. А сейчас мы ждем автобуса. Мы едем, у нас первый автобус едем Констанца-Одесса. В 9 чем-то должен прийти автобус. Его пока нет. Ну, присылаю телефон водителю. Здесь телефон водителя, номер автобуса. Мы с ним созванивались. Он еще подъезжает. Вот. Он должен прийти в Одессу в 17.30. Вот. А потом из Одессы мы ночным автобусом опять-таки, потому что поздно кинулись билеты на поезд, покупать уже их не было. Едем в Киев. Вот такое у нас путешествие. Ну, в общем, показываем дорогу. Заканчивается путешествие, конечно, через Одессу, по которой постоянно прилетает, и через Измаил, и эту паромную переправу. Ну, стрёмненько ехать, и, я думаю, проскочим. Поэтому, ребята, подписываемся. Ставьте лайки. Видео выходит понедельник и четверг. Едем в Украину. Уже час ждем автобуса. Таня звонит водителю. Я уже два раза звонила. Мы будем через немножко, будем через немножко. Через сколько немножко, мы уже час стоим. Смотрите, я не понимаю ничего. Какой-то лютый трэш. Мы десять раз звонили водителю, спрашивали, где именно конкретно остановка. А где вас ждать? Человек не сказал слово остановка. Мы стоим ровно напротив магазина «Лидл», ровно напротив. Мы сейчас на такси будем догонять их в Мамайе, на пляже в Мамайе. Четыре раза звоним напротив «Лидла, перейдите дорогу». Блин, мы перешли дорогу, смотрите. Вон, он за нашей спиной, вон «Лидл». Вон «Лидл». Просто перейдите дорогу, я останусь среди дороги. В общем, чтобы не догоняли их еще до Одессы на такси. Потому что, ну это капец. Если человеку звонишь до этого, мы же боялись, что мы не там стоим. Мы же боялись. Мы десять раз спрашивали, где именно, где именно. На остановке двухэтажного автобуса, еще что-то такое он говорил, понимаешь. Так двухэтажный автобус, черт знает где, возле Макдональдса. Черт знает где, реально. Ну капец какой-то. Через сколько вы будете? Через немножко. Ну ты же видишь, что тебе звонят пассажиры. Пассажиров нет. Ну набери ты их, блин. Как пиздец. Не, ну стоять на остановке и не уехать, знаешь. Как в дурном анекдоте, знаешь. Угадал все буквы, не смог назвать слов. Подогнали мы автобус. Конечно, за гранью ситуации. Оставаться жить в Констанции совсем не хотелось. Потому что вот этот обратный путь, что мы вот это простояли и прождали автобус сейчас, он абсолютно не в том месте, где было объявлено, забирал людей. Догоняли на такси, при том, что у нас нет наличных денег. Нет, есть пять лей. Пять лей, да. У Тани есть шесть евро, у меня еще есть двадцатка бумажная. Не хочется же менять двадцать евро. Ну и в общем, короче, я водителю говорю, давайте, я добавлю. У меня еще карты не было, добавлю в болте. Ну то есть наличные нужно было платить. Я бегу трясущимися руками, добавила вот эту вот карту, чтобы оплатить безналичные. Это сейчас еще, наверное, непонятно. Это нам водителю, уже звоним все время водителю, он сказал, догоняйте нас на такси. На такси, да, да. В общем, добавила я вот эту вот банковскую карту, дрожащими руками, потом не понимаю. Заказала я поездку, оплату наличными, не дай Господь, потому что пять лей всего. Или я заказала банковской картой. Выяснилось, что как бы я в припадке и в стрессе, конечно, но заказала нормально. Выяснилось, что надо еще доехать, там приличное расстроение. Да, еще столько же. И, в общем, я говорю водителю, ну, водитель більш-менш, ну, не говорит, но, разумеется, английский, разумеется. Я ему говорю, типа, давайте еще поездку закажи. Говорю, нет, у меня пять лей всего, пять лей. Он говорит, типа, десять евро. Я говорю, нету десять евро. Тут я нашла в кошелке шесть евро. Железяками, да. И мы, значит, я ему эти пять лей, и эти железные танины шесть евро. А хотя я смотрю, если добавить поездку, то она стоит тринадцать лей. Ну, не десять евро совершенно. В два раза меньше. В общем, короче, я говорю, добавь, добавь поездку. Я знаю, что водители могут сами добавить поездку. Добавь, добавь. И он так, типа, а! Я говорю, как я платить буду? Короче, он нас довез и не взял ни шесть евро, ни пять лей. Ни копейки вообще не взял. За вторую поездку вообще ничего не взял. Ну, видит, что мы... Ну, там я так перенервничал, вообще ужас. Ну, мы же сидим, мотикаемся. Ругаемся. У нас же следующий автобус. Ну, конечно. В Одессе. Ну. И жить нам уже негде. В Констанции. И не на что. И не на что. И надо успеть желательно на второй автобус, который в Киеве. Вообще-то желательно. Потому что сгорят эти деньги. Ну, во всем. Ну, в общем-то, как финал, вспомнили, я прямо вспомнила, римский аэропорт. Когда мы опоздали на самолет, так тут мы не опоздали. Мы пришли вообще за полчаса и ждали, и четыре раза звонили. Час стояли, мы ждали, звонили, упочиняли, типа, где именно, где именно. Нам рассказывали, что мы все очень правильно стоим. Да. А потом, говорят, десять минут назад... Через сколько вы будете? Через немножко. Через немножко. Потом сказали, что десять минут назад села тридцать человек. Ну, хочу сказать, водители. Короче, мы сидим на местах, на которых обычно сидят и спят водители. Это, ну, как бы... Хорошие места. Хорошие места. Первые. На первом этаже двухэтажный автобус. И к девушке он подошел сзади, водители говорят, типа, у нас форс-мажор тут. Потому что места есть только по одному. Только по одному, и там уже люди спят кое-кде. Да. Ну, в общем, мы с Таней так зашли в автобусы, так где-то. Так еще и сесть. Прекрасно. Я уже была такая счастливая, что мы сюда все-таки зашли, потому что у меня уже были сомнения, и, конечно, мы вообще сегодня... Да, проходили, аж, если что... Кто-то из нас лезет, вовут, это везут. Ну, в общем, такая история. Да. Очень влекательная. Нервный отъезд, конечно. Очень влекательная. Ну, тут и грех нам, конечно. Жаловаться посадили они у нас хорошо. И место для ног нормальное. И можно ноги затрать. Столик. Столик есть. Да. Телик есть. Ну, не работаем, неважно. Не, ну, шикардос. И снимать удобно. Ну, перепсиховали, зато и едем хорошо. Да, зато и едем хорошо. Хорошо, да. Ну, то есть, хотелось покричать на водителей, но они благородные. У меня уже даже сил нет. Причем я так видела, знаешь, что водители готовы были держать удар. Он был готов уже, сейчас он ответит к обороне, но они стали не кричать, не мочекаться. Они стали не кричать, и я думаю, что они это оценили, поэтому нам дали вот эти вот места. Ну, и еще увидели наши лица. Ну, конечно, мы перекушенные, такие харибали жаржи, представляйся. Ну, что, зато едем хорошо. Мы все едем, и слава богу. Да, и слава богу. Смотри, как близко литвя, как. Ага, вот. И здесь, смотри, вы лежали. Не, ну, реально, вся Европа пользует этой шаровой энергией. Посмотри, сколько их. Огромные поля. Просто реально огромные поля. Витричок. Немножко устал. Вокруг него работает, работает, а вот так это. Наверное, что-то там переклинило. Витричок. 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 В автобусе все хорошо, водители могут делать кофе, кофе очень хорошо пахнет, водители продают водичку. Пока мы стоим на границе, мы развлекаемся, кофе питьем. Нам сказали, что у кофе, водичка будет стоимость билета, мы порвались как-то платить, нам сказали, не платите, никто не платит, ну дали, мы взяли, спасибо. Сейчас мы будем загружаться на паром, очереди почти не было, но говорят, один паром сломался. Вот это вот паромная переправа, вот в этом месте, рядом с Измаилом, она славится тем, что нет больших очередей никогда. Если паромом переезжать границу, с одной стороны Румыния, переедем паромом, уже будет Украина. Паромчик одной ногой в Украине, да. Переправляемся на пароли. Короче, ребята, вот это вот наше догадение на такси, это, конечно, я так думала, что это недоразумение какое-то просто. Ну, это как-то не недоразумение, это просто мы сильно протупили, нам же выдавали локацию, мы решили, что в Констанции один Лидл Маркет, он там не один. В принципе, Укрбастур, вот эта вот, эта фирма, к которой мы едем, ну, на меня производит очень хорошее впечатление. Все хорошо, хороший автобус, нормальный водитель, а там просто действительно какое-то недоразумение, но вообще нам нужно было просто сразу, когда нам скинули локацию, выяснить, сколько вообще в Констанции Лидлов. Да, где они находятся, потому что мы просто стояли возле маркета Лидл, который возле нашего отеля, а у нас локация была, ну, в общем-то, другая. Но, с другой стороны, мы встретили вот подписчицу Инну, очень приятная женщина, которая из Одессы, да, и она тоже говорит, что меня они везут в Лидле, останавливаются в Мамае, а меня везут к другому Лидлу. Ну, в общем, короче, это мы выясним, почему так произошло, но не в этом дело. Дело в том, что водители расстроены, они говорят, ну, типа, вот мы сейчас будем проезжать границу, здесь снимать нельзя из-за развлечений. Мы сейчас там будем стоять 10 минут из-за развлечений. Есть замечательный санузел, можно покурить. Кто хочет покурить бесплатно, курит вот там вот. Там где место для курения. Да. Кто хочет покурить за 950 гривен, может курить везде. В общем, вот такое вот. Ну, отношения мне очень нравятся. Делают кофе, дают водичку холодненькую, очень вежливые. При любой возможности выпускают подышать, то есть, ну, да, очень организованно. Ну, мне очень нравится. Ну, с утра немножко понервничали, адреналичали. Да. Но, с другой стороны, нам дали, ну, вот такие вот места впереди. Там места очень хорошие. Да. Хорошее впечатление, значит, производят. Ну, могу рекомендовать вот эту вот компанию. И очень приятно, конечно, что вот Инна из Одессы, она ездит второй раз уже. Так, и до Одессы собираетесь ехать. Стоя? Да, до Одессы собираетесь, стоя, кроет ехать. Не, мы когда вот это, бежали в автобус, мне тоже сказали, садите, садите, девочка, мне удобно будет стоя ехать. Они такие веселые ребята. Вот. А Инна, она ездит уже второй раз. Она из Одессы, говорит, в Одессе забиты пляжи, очень много иностранцев, но несмотря на то, что там небезопасно. Вот, и она уже второй год ездит в Констанцию, говорит, очень все нравится, море хорошее. Ну, мы тоже море, мы все довольны. Единственное, что она говорит, что там еще... Безопасно. Безопасно. Ну, так. Единственное, что она говорит, что там еще на рынок мы не попали. Она говорит, на рынке обалденные овощи, обалденные фрукты. Ну, на рынок мы уже не дошли, но, в принципе, у нас в Киеве тоже хорошие овощи и фрукты на рынке. Ну, это тоже неплохо. У нас в Киеве неплохо кормят. Неплохо, да. Ну, в общем, такое. И хорошо, что у нас есть запас до следующего автобуса в Киев. У нас в 23 с чем-то выезд, но мы предполагали, что таможня, может быть очередь. Но, хочу сказать, несмотря на то, что паром там один поломался и работал всего один, но все равно мы как-то быстро... Достаточно быстро, да. Раскачали, мы не стояли в этой ужинкой очереди, то, что бывает на границе. И как-то, ну, минут за 40, наверное, мы прошли в обе границы, ну, включая паром. Да, ну, час. Ну, может час, но не больше, на всяком случае. В общем, теперь едем в Одессу. Теперь едем в Одессу, да. Я сейчас посмотрела билеты, это старосиная, то есть на том же вокзале, куда мы приедем, там у нас еще... Отправляется, да, автобус в Киев. Начинаем. Я думаю, что мы успеем тогда в любом случае. Не опознаем на него. Наверное. Наверное, уточним еще, да, с нашими способностями. Разные бывают. Всягра. Разные. Ребята, ставьте лайки. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Мы сейчас будем говорить часто, потому что другие блогеры этого говорят очень много. Мы этого раньше вообще мало очень говорили, поэтому будем вас просить подписываться, что у нас канал развивался, рос, чтобы у нас с вами было больше. Подъезжаем к Одессе. Одесса. Мне кажется, что нашел вокзал. Я на этом вокзале, кстати, никогда не была. Это, я так понимаю, автовокзал. Встретится, автобус хороший, черно-белая сидельничка. Все новенькие. Там у нас второй этаж. Будем спускаться. Дальше, мы возле конфиската, потому что он не сможет приехать. Все, где стоишь? Мы к тебе пойдем. И автобус Одесса, Констанца, Бухарест. Обувь мы не пойдем сегодня покупать? Да, они куда-то. Да, они куда-то. Да, в заведении. О, ладно. Там мы этого забытое чуть-чуть. Там еще. Автобокзал, видишь? Станция Старосина. О, там фонтаны какие-то. О, я помню, кажется, этот парк. Здесь недалеко и главный вокзал. Смотри, генераторы не включены, значит, есть свет. Там сегодня, кстати, даже на фейсе кто-то смешно написал. Как-то непривычно в Киеве. Очень светло и нет резка генераторов сегодня. Ну да, сегодня же, по-моему, до пяти не выключали свет или что-то такое. У нас есть три часа до отхода следующего автобуса на Киев. Таня очень смешную историю вспомнила про гастроли. Это у нас были гастроли в Саранск в 12-м году. Ехали мы через Москву. И вот, когда мы уже ехали обратно из Саранска в Киев, значит, мы приехали в Москву что-то в 4-5 утра, а поезд на Киев у нас был вечером. Идет дождь со снегом, и мы так стоим на вокзале, куда деваться, непонятно. В общем, что нам делать? И подходит наш один коллега, артист наш замечательный, подходит. Треба шось рубити. Какой-то, треба шо. И вот нам сейчас тоже, у нас три часа. Треба шось рубити, да. На автобусе треба шось рубити. Ну, в общем, посидели в автобусе, сейчас пойдем посидим на лавочке. Подумаем, что делать дальше. У меня есть белая кофточка в этом чемодане. А тебе не холодно? Ну. Ну-ка, давай посмотрим, как там по дереву. У меня есть пляжное полотенце. А вот это ничего. Ну, я же говорю, она под деревом. Боже, такое нарядное все светится, знаешь. Ура! Приехали в Украину, праздник, есть свет. Ура, ура! Я ехала в автобусе, прочитала кучу, ну, не то чтобы кучу, но несколько таких сердобольных комментариев, типа, боже, как она уехала, эти шкуры. Она бросила маму в 85 лет. Боже, нужно дорожить, нужно быть все время с мамой. Ну, в общем, вот такое. Вот я удивляюсь. Когда я рассказываю, что моя мама сидит, и когда тревоги, и когда взрывы рядом с нашим домом, и она в 3 часа ночи, я прихожу, говорю, мамочка, мамочка, вставай, вставай, нужно выходить. Стреляют, мам, стреляют. И мама говорит, я не могу, я не могу, я хочу спать, я старый человек. Когда моя мама после взрывов пугается и плачет, когда я это рассказываю, чего-то эти люди сердобольные никакого сочувствия не выказывают моей маме. А когда я уехала, при том, что моя мама дважды, трижды ходит в магазин, ходит за водой в бювет, готовит еду, собирается меня тянуть к себе в селу, чтобы ремонтировать крышу, когда я вернусь. Когда мы с тобой в убежище ходили в начале войны, там была Наташа, помнишь, девочка из Днепра, которая говорила, о, мама, спортсменка, помнишь? Белла. Она говорила, а где мама, спортсменка? Вот тут они вспоминают, что как это так бросила маму, а когда стреляют, убивают, так то нормально. Когда наш дом прилетело и балкон, мой балкон повредили, счастье, что мама не была на балконе. Вот тут мою маму что-то никто не пожалел из этих сердобольных комментаторов, понимаете? Ну, захарила, честно, читала, взбесилась, читала комментарии в автобусе просто. Граждане сердобольные, как это у вас смыкается, чтобы война убивать? И мне мама все время, Наташа, ну за что они нас, за что они нас, что я могу сказать? Ну, что я могу сказать? Она говорит, за что нас доказывают, чем я заслужила? Что я могу ей ответить на это? Южный город. Одесса. Замерзли нафиг мы все. У нас жара была там под 50 в Киеве. Ну и там, в общем, в Констанции была уже там жара, потом, слава богу, спала. А сейчас вернулись, но нельзя сейчас сколько? Ну, градусы 20 вернулись, не больше. Таня не читала комментарии, одна какая-то написала. Я мониторила погоду в Киеве, ну не было плюс 50, было максимум 30, 31, 32. Мониторила, значит человек живет в Киеве, просто масса была фотографий с градусниками, с градусниками. Я все время просто путаю с детства, термометр и градусник, поэтому надо сосредоточиться, чтобы правильно сказать. Где вот до 50 эти градусники и дальше не показывает. Вот масса людей выкладывали в соцсетях вот свои градусники, которые у них висят. Вот такое. Так что плюс 50 было, было, было. Сейчас плюс 20. Не, все было бы хорошо, но кофточек мы с тобой делаем. Я говорю, тряпочка открываешь, потому что у меня нет кофточки. А я думала, что если я обгорю, то у меня будет она с капюшоном и стопку будет прикрываться. Для другого пригодилось. Смотрите, стало еще красивее. Просто счастье. Для меня всегда, когда приезжаешь в Одессу, это в город праздник. Может, потому что курорт, может, потому что такая необычная атмосфера. Но вот город праздник реально. Вот это внутри, как выглядит автовокзал. Туалет есть, чистенький. Стоит 6 гривен. Смотри, табло есть. Что? Я снимала его на виклинике. Угу. Только что было Киев Автолюкс, 4-я, 5-я платформа. Здесь есть даже кафе. Каев Автолюкс. Приветствуем в Одессе. Вот наш автобус. Это у нас места 21, 29. Друг за другом. Вот это вот Тони на место, вот это вот у неё. Мы попросили женщину, пересадили. Поменялись мы. Что у нас здесь? Так, мы можем смотреть здесь кино. Документальные фильмы, травмы, комедии, мультфильмы. Меню. Можем музыку слушать. Меню. Можем читать книжки. Меню. Можем играть игры. И смотрите, вот языки такие. Места для ног немного. Есть расстояние. Там урны. Там у нас туалет. Там мусорка. Еще у нас есть столик. Здесь. Мой гром. Ты, мой гром. Там урны. Урны. Там урны. Там. Там урны. Продолжение следует... Автобус Одессы-Киев был очень комфортабельный, очень хороший. Мы на него, слава богу, не опоздали и благополучно доехали до Киева. Друзья, обязательно смотрите наше следующее видео, потому что в скором времени Наташа снова отправилась в Одессу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Видео выходит в понедельник и четверг. Мира всем и классных путешествий. Пока!